Судебные инстанции должны взяться за дело. Это один из выводов президента Майя Санду, о которых она объявила после заседания Высшего Совета Безопасности. Среди обсужденных на нем тем коррупция в судебной системе, все никак не завершенные резонансные дела, а также более суровые наказания для авторов ложных сообщений о бомбах. Пока ответственные учреждения ищут решение и в некоторых случаях потребуется изменение законодательства. Мы обсудили вопрос финализации в более общем плане закономерности, которую мы наблюдаем при отсутствии такой финализации в крупных делах о коррупции, когда появляются слухи, что кого-то задержат, после чего следуют телевизионные судебные процессы с арестами, затем следует домашний арест и долгий этап, который уже не приводит к финалу. Майя Санду утверждает, что больше всего вопросов возникает к судебной системе, поскольку в Рио генпрокурора представил множество коррупционных дел, которые были отправлены в суд и там застряли. В этом контексте президент попросил высший совет магистратуры выработать решение до конца сентября. При этом планируется разработать более строгий механизм ответственности за утечку информации из резонансных дел. Мы также обсудили необходимость внесения законодательных изменений, чтобы исключить возможность злоупотребления законом. Мы знаем немало случаев, когда адвокаты умышленно затягивали дела, используя всевозможные пути, которые допускает действующее законодательство. На заседании высшего совета безопасности представитель генпрокуратуры заявил, что арестовано около 7 миллиардов леев. Однако, по словам главы государства, эти деньги не конфискованы до сих пор, в том числе благодаря суда. Еще одной важной темой были ложные сообщения о бомбах, а точнее ужесточение наказаний. Здесь мы также видим мотивацию преступников затянуть судебные процессы. Потому что если мы проанализируем число учреждений, которых касались сообщения о минировании, больше всего атакам подверглись судебные инстанции с целью затянуть или перенести судебное заседание. Авторам ложных сообщений о бомбах грозит до 6 лет тюрьмы за теракт. Министр внутренних дел Алла Ревенко ранее заявляла, что всякий раз, вмешиваясь в подобные ситуации, государство тратит не менее 2000 леев. Однако затраты различаются в зависимости от объекта. Глава МВД уточнила, что общий подсчет понесенных расходов пока не производился. Продолжение следует...